Приветствую вас. Ну, как вы сами понимаете, наверное, что агрессия возникает не на ровном месте, не на пустом месте, в агрессии есть свои причины, и я думаю, что справедливо, в том числе и для вас было бы, если бы вы с этими причинами поработали, если бы вы эти причины исследовали. Угроза, которая может исходить от вашего папы по отношению к вам, она, в принципе, вполне реальна эта угроза для вас, даже если для всего остального мира помешли и для вашего отца ее не существует. Вот. Много есть причин, по которым может быть агрессия у вас в кобцу. Вот. Много причин, я бы не хотел об этом говорить. Вот. Но, что важно понимать сейчас, на данном этапе, это то, что гасить. Именно вот что, гасить свою агрессию не нужно. Именно гасить не нужно. Можно и нужно, значит, разбираться с ней. Можно и нужно смотреть, что она, что она, в принципе, агрессия себя представляет. От чего, может быть, она вас защищает. Вот. Это можно и нужно делать. Потому что, значит, где-то вы чувствуете себя увеземой. Вот. Но, в остальном, ни в коем случае, ни в коем случае не нужно стараться как-то ее, как вы говорите, погасить одну. Далеко не лучшая идея, которую вы можете притворить в жизнь. Можно понимать характер и причины конфликта вашего папы с вами, да? То есть, почему вы из-за чего конфликтуете, как давно конфликтуете и так далее. У вас, вероятнее всего, есть некие обиды на него, над вам и у него, соответственно, тоже. И вы, вероятно, чем-то травмированы, как-то где-то что-то. Вот. Ну и, соответственно, все это нужно разбираться. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны. Молчаливая война, то, о чем вы говорите, представляет из себя, конечно, игнорирование. Ну, по факту. По факту это игнорирование. У, игнорирование есть свои причины. Но, самое главное, как игнорирование влияет на вас. То есть, самое главное здесь то, что вы, в прямом смысле этого слова, кажется, не можете выносить игнорирование. Ну, то, что вас игнорировали. Например. Вот. Либо вот этот сам конфликт, присутствующий между вами и вашим отцом, он, этот конфликт, является отражением вашего конфликта внутреннего. Потому что, человек в конфликте, как правило, уверен в своей правоте. У него есть определенная позиция, у него есть определенная точка зрения, и он ее старается продвигать. А если вам тяжело, если вам невыносимо, как вы говорите, то конфликт становится внутренним. То есть, несмотря на то, что ваша позиция чем-то отличается, да, вы не солидарны со своим отцом, что нормально. А вам еще, очевидно, что-то нужно. То есть, вам чего-то не хватает. Вас как-то задевает этот конфликт. Вот. И здесь возникает противоречие. Когда необходимость составить свою позицию, продвигать ее, необходимость защищать свои интересы, противоречит вашему желанию, например, добиться признания и одобрения папы. Когда необходимость отстаивать свою точку зрения противоречит самым желанием и сильным желанием. Избавиться от ощущения, что вы, что с вами что-то не так. Данный конфликт является чисто важным. Хотя и понятно, что его развитие в том числе поспособствовал вообще отец. Вот. По-другому, в принципе, не могло быть. Но, тем не менее. Вот, в принципе, все. То есть, один из самых важных моментов заключается в том, что агрессию гасить не нужно. С ней нужно разбираться, ее нужно изучать, ее необходимо исследовать, ее необходимо адекватно, правильно выражать. Но ее не нужно гасить в ни в коем случае. Потому что погашение агрессии ведет к еще большему, я бы сказал, усугублению. Ситуации вам будет еще хуже. А своего отца, вероятно, вы будете еще больше ненавидеть. Другой вопрос, нацелены ли вы решать проблему? Если да, то как вы нацелены решать проблему? Вот, что интересно, то есть, вот как конкретно вы, может, намеренно решать решать эту проблему, которая есть в вас. Как вы хотели бы ее решать, эту проблему? Как вы, вы готовы ее решать? Проблему. И, ну, готовы ли вы вообще ее решать? Это то, на что нужно обратить вам, на мой взгляд, ваше внимание. Это то, что важно. Потому что, если вы проблему свою, например, решать не готовы, то, в таком случае, ситуация выглядит достаточно отручающе. В плане того, что продвигаться в ее решении вы не будете, а просто будете копить, копить ненависть, какую-то ненависть, да, сказать своему папе и сам, что, ну, в принципе, вам ничего не даст. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...